Слава алейкум! Циркунцезио – обрезание крайней плоти у мужчин – это одна из древнейших плановых операций. Ее упоминание есть еще 2300 лет до нашей эры. Это шестая династия египетских фараонов. И гости нашей программы – имам мечети Хаиля Рустам Хазрат Хайрулен и детский хирург Мустафин Яхья Мустафаевич, Центр внебюджетной медицины ИХСАН ДРКБ. Родители с первых дней задумываются об этой операции. Как вы думаете, стоит ли ждать определенного возраста или можно сделать операцию как можно раньше? Для нас, как медицина считает, мы считаем, что это оптимальный возраст после одного года. Хотя я знаю, что в Казани метрородители предпочитают делать и в 40 дней, и в 6 месяцев. Но мы считаем, что это все-таки после одного года. Самый оптимальный возраст – это 3, 5, 7. А с какими показаниями к вам идут родители? Ну, показания, видите, как у нас в центре мы проводим ритуальное обрезание. К нам поступают дети, так называемый диагноз гипертрофический фимоз. Это когда сужение отверстий крайней плоти, когда головка полового члена не обнажается полностью. Если головка полностью не обнажается, то скапливается смазка, смегма, которые чаще всего являются причиной воспалительных явлений. Крайней плоти и голового члена. Другие возраста, конечно, есть, если по медицинским показаниям, можно и в раннем возрасте. Если, допустим, ребенок рождается уже совсем узким отверстием к крайней плоти, что мешает нормальному мочеспусканию, что, значит, ведет к чему? Отведет восходящие инфекции. Это одно. И второе, значит, расширение мочеводящей системы. Вот в этих случаях мы, значит, оказываем помощь даже и в раннем возрасте. Почему все-таки вы сторонники того, чтобы немного отложить операцию? Ну, вы знаете, в таком возрасте, но я думаю, что к этому возрасту идет уже, развивается сам половой член. И мы в ДРКБ проводим под общение СИЗИ, и в этом возрасте более безопасно проводить эти операции. Вот с этой целью мы берем и с этого возраста. Фарт, сунна. С точки зрения ислама нужно ли делать обрезание? Конечно, наш пророк Мухаммад, салаллаху алисалям, да благословит Аллах его и приветствует, сказал в своих разречении, что одна из тех обязанностей нас, родителей, это сделать обрезание ребенку. И даже у нашего народа он прямо так и называется, суннат ясаус, делание сунны, исполнение сунны, выполнение сунны. И поэтому, конечно же, мы как родители, хотя мы их, наших детей же любим очень сильно, мы жалеем, но ислам чуть-чуть в перекор врачам говорит, чем раньше, тем лучше. И поэтому пророк даже говорит, что он самый лучший, это на седьмой день или, если не получается, 14-21 уже дали в любое удобное для нас время. Вы как врач, с точки зрения медицины, какие преимущества есть у обрезания? Обрезание? Ну, преимущество обрезания, конечно, это гигиена. И потом, я до этого вот упомянул, это профилактика воспаления крайней плоти полового члена. В дальнейшем это как бы профилактика онкологического заболевания не только у мужчин, даже и у женщин. Для тех, кто только присоединился в эфире программы «Здоровье семьи» и тема программы «Обрезание». Какие последствия могут быть во взрослом возрасте, если не сделать обрезание? И что приобретает человек, сделав его? Ну, знаете, вот, ну что, вот самое главное, если человек, конечно, занимает гигиеной полового члена, да, когда, опять, нет, когда головка, ну, скажем, отобнажается полностью, так, и не вызывает, скажем, каких-то появлений причин при близости, так, если на то, никакие, допустим, заболевания может не быть. Но чаще всего, особенно у женщин, которые, значит, все-таки живут, у мужчин, у которых не было сделано обрезание, так у них появляется онкологическое заболевание. Это рак шейки матки. Вот с этой целью, как раз, и у некоторых мужчин, хотя это не часто, это редко, потому что сейчас все занимаются, и знаешь, что такое гигиена, так, а так вот, ну, некоторых может и рак головки развиться, но... Спасибо. А какие противопоказания при обрезании есть ли? Бывает ли, что вы отказываете? Противопоказания, вот, смотрите, когда мы подходим к обрезанию детей, мы подходим очень серьёзно, потому что для нас важна, в первую очередь, безопасность. Вот многие родители, конечно, боятся, как пройдёт операция, особенно они боятся, сколько проходят подошвим обезболиванием. У нас в центре мы проводим комплексное обследование. Это включает, я смотрю, и педиатра, уролог смотрят, а не сизиолог. Мы проводим ЭКГ, потом, значит, собираем анамнез, потом, значит, проводим анализ. Если по всем этим параметрам нет противопоказаний, то выполняется операция. Когда мы не делаем, ну, скажем, вот, имеют тяжёлые сердечные сосуды в заболевании, когда имеется онкологическое заболевание детей, и когда имеются врождённые пороки полового члена, вот, тогда, конечно, операцию мы не проводим. Ну, и потом при пороке сердца, но после того, как, допустим, кардиохирургия устраняет порок, мы всё-таки даже им и проводим операцию. Почему именно так сейчас мы подошвим обезболиванием, понимаете? Во-первых, это снимается стресс у ребёнка. Вот, кстати, ребёнок сразу забирает у родителей, ведут куда-то, привязывают, понимаете? Это ещё, значит, ну, может это остаться на всю жизнь, если давая реакция. Я не скажу, что, допустим, у всех, допустим, потому что я знаю, что в домах они подместные, даже безместные анестезии делают, там, так обрезают. Но, возможно, есть случаи, когда, допустим, появляется какая-то неврология. Ну, и даже, допустим, чаще всего может появиться ночное недержание мочи. Это смотря какой, допустим, какая центральная нервная система. Вот с этих позиций, вот мы всегда, значит, говорим, что всё-таки обрезание делается один раз. Это, значит, надо, значит, подошвим обезболиванием в стерильных условиях. И в операционные, так как у нас есть все условия для того, чтобы оказать помощь, другие скрытые заболевания, которые выявляются при вмешательстве. Вот поэтому мы обычно, я когда принимаю эти родители, когда они спрашивают, я считаю, что вы не рискуйте проводить полное обследование и в стерильных, хороших условиях. У нас, тем более, ДРКБ, вы, наверное, знаете, да, специально у нас есть палаты, есть молельная комната. В палатах то госпитализируются дети для церковной связи. Мы операцию начинаем первыми, вот, в чистой операционной. Со всеми удобствами, так, с ценовейшей аппаратурой. Так что я просто обращаюсь к родителям, хочу сказать, что бояться наркоз не надо. Сейчас такие средства, они очень быстро просыпаются. Вот я сегодня сделал две операции, так, вот, они же своими ногами уже давно дома. Почему? Потому что, ну, провели хорошо, понаблюдали, в полном сознании отпустили домой. Рустам Хадрат, а что делать людям, которые имеют противопоказания на обрезание? Не нарушается ли молитва, у них омовение? Как быть им? Конечно же, пророк говорил в своих изречениях, что чистота – это половина веры, и мы должны всегда следить за своей гигиеной, особенно беря истинжа, беря тахарат. Мы должны все хорошо омывать. Но если есть противопоказания, допустим, как врачи говорят, там, не свертываем из крови, и еще что-то, при которых ни в коем разе нельзя делать, это может быть угрозой жизни, и поэтому насильственно в религии это запрещено. То есть Аллах Алисамд говорит в Куране, «Страбу билля, ла икраха фиддин» – в религии насилия нет, насильственных каких-либо действий. Поэтому здесь мы, как родители, должны, конечно, оставить до выздоровления нашего сына или до прохождения какого-то времени, когда врачи скажут, да, что теперь можно. Для тех, кто только присоединился, в эфире программа «Здоровье семьи» и тема программы «Обрезание». Раньше операции проводили на дому, без применения каких-то анестезий и так далее. Сегодня, Аллахамду лилля, условия другие, возможности другие. Как может измениться отношение ислама к вопросу обрезания сегодняшних реалях? Я сам тот ребенок, когда перед школой отец пригласил Бабая, положили меня на диван, отец здесь, держа за плечи, закрыли лицо. Я до сих пор помню этого Бабая, как он залез, и чем-то шух, и все нормально, ни укола, ничего, ни местной анестезии, ни общей анестезии. Аллахашкер выросли, да. Здесь, конечно, ислам, он пропагандирует, что мы всегда должны применять самые новейшие разработки современности. Почему даже, когда кто-то говорит про хач, про паломничество, вот же, надо пешком идти в хач. Пророк не ходил пешком в хач, пророк в хач ездил на верблюде. Верблюд в то время – это самое современное средство передвижения. Ныне, поэтому мы, используя все современные средства, конечно же, не в погоне за вредом, причинением ущерба ребёнку, потому что здесь врачи сами говорят, анестезия, да, какие виды, что, как. Здесь, конечно же, мы, как родители, должны выбрать самое безопасное для нашего ребёнка. Вот я как раз продолжаю разговор, да, действительно, экология поменялась, понимаете. Много стало очень аллергических заболеваний. И даже неожиданных, когда, допустим, у ребёнка возникает, значит, даже на какое-то введение, даже обезболивающего, даже местного обезболивающего, может, допустим, вот анафилактический шок. Вот в этом плане мы как раз рекомендуем, конечно, я не говорю, что у каждого будет, но пусть даже на 100-тысячного ребёнка, так ли, 10-тысячного появится, но это же потеря. Понимаете, какая потеря? Поэтому мы просто считаем, что всё-таки надо проводить медицинское учреждение, когда весь арсенал есть, есть аппаратуры, специалисты, всё. Нужный момент, если вдруг возникнет такая ситуация, мы могли, значит, незамедлительно оказать помощь. Кто делает обрезание детям? Обрезание делаешь так, конечно, должен делать врач. Да. Вот, обязательно. Ну, вот здесь мы, видите, говорим, мы детский хирург, но мы всю жизнь занимаемся этой патологией, юрологи занимаются, конечно, должен делать обязательно врач. Ну, я опять повторяю, это же, знаете, это должно делаться один раз, что должно получиться красиво, эстетично, что, допустим, и в будущем, допустим, не вызывало никаких нареканий у родителей вообще. Ну, и потом врач, он знает, он, и опять я повторяюсь, он подходит большим арсеналам всех препаратов, которые необходимо оказать помощь. Вот и всё. А были ли у вас случаи, когда приходилось исправлять обрезание, сделанное на дому, вот в стационаре? Ну, знаете, ну, часто редко, конечно. Так, всё-таки, я думаю, наверное, даже на дому ходят, наверное, я не могу сказать, наверное, там тоже ходят, и к хирургам, может, ходят, может, врачи, я не знаю. Так, но всё-таки бывают у нас случаи. Бывают случаи, когда, получается, значит, слишком излишние, значит, получать иссякают, вот, крайнюю полость, понимаете? Вот настолько, допустим, обнажается, просто обнажается всё. Вот, и были случаи. Или, наоборот, допустим, когда идёт неполное обрезание, когда всё-таки потом развиваются рубцовые изменения, проходят, снова делают, ну, сейчас редко, очень редко. Но случаи бывают, случаи бывают, у нас ещё и другие случаи, когда, но редко, правда, так поступают с кровотечениями. Кровотечения поступают, правда, редко, ну, всё-таки считаем, что это должны делать, это сам, медицинский работник. Скажите, на сегодня это не бесплатная услуга, существуют ли какие-то исключения? Сплатные, да? Вот я до этого остановился на таком моменте, вот, мы так ввели вот понятие ритуальное обрезание, раньше не было, как год-два, как-то мы открыли СанМед, когда мы с нами, значит, мы проучились две недели, как раз проходили преподаватели с мечети, так, мы ввели такое понятие ритуальное обрезание, потому что, значит, есть обрезание, когда нет сужения, понимаете, крайнего плода, нет его, но мы делаем обрезание, потому что, как вы сказали, да, по сунде, там, вот это сунна, так, вот. Кому, значит, бесплатно делается? Ну, конечно, это не тут платно у нас, так, так, и те, которые нет сужения, там нет, допустим, вот экстренных показаний, это строчные показания, так, они тоже мы делаем, проводим в этих платных условиях. А у кого, вот, которые есть рубцовые изменения, когда, скажем, отверстие, значит, крайне плоди, как игольное ушко, ну, тогда, конечно, естественно, когда рубцовые изменения, это после вот тех вот воспалительных заболеваний, вот, это, конечно, делать бесплатно в отдельной урологии. Рустам Хазрат, а как быть родителям, у которых нет материальной возможности сделать обрезание в хороших условиях? У меня трое сыновей, и троим мы делали обрезание. Старшему делали лазером в клинике, среднему делали дома. Супруга уже ждала следующего ребёнка и держал я. Да, это было очень тяжело. И дома, и в больнице везде делали хирурги. Конечно же, ныне, к большому сожалению, тех бабаев, аксакалов, которые делали, да, их уже нет. Сейчас ныне делают хирурги, что на дому, что в больнице. И поэтому здесь, наверное, есть определённые конкуренции. Среди них тоже кто-то дешевле, кто-то дороже. И каждый из хирургов, он человек, который может пойти навстречу, если действительно семья не имеет материальные возможности, можно обратиться, попросить, что они сделают какой-то дисконт, какую-то скидку на этот ритуал, да, за определённое то, что они сделали операцию. Если нет, то, конечно же, потерпеть, пока время будет. И мы можем множество случаев видеть, когда уже в зрелом возрасте мужчины делают обрезание. Да семейный дарь проходит. Уже двое детей идут и делают обрезание. К тому же бывают случаи, что вот я за свою молодую, короткую жизнь несколько видел ребят, знаком лично, которые рождались без крайней плоти, да, то есть не нужно было даже им делать обрезание. То есть на всё воле Всевышнего. Михаил Мустафович, скажите. Знаете, вот в Средней Азии вот тех детей, которые рождаются, как говорится, что-то не дорожает, там, крайне плоти. Знаете, какое имя дают? Суннатла. Вот это слово Сунната. Суннатла. Какие выводы можно сделать в общем по обрезанию? Ну, мы считаем, что всё-таки, значит, надо делать обрезание. Я как, допустим, хирург, как хирург-уролог, потому что в своей практике я часто встречаю, я даже на приёме, вот, когда они поступают в эти воспалительные изменения, а каждое воспаление везёт сужение крайне, каждое воспаление может, допустим, идти дальше, крайне плоти, значит, и мочевую пузырь, найти верхнюю, вот, мы тебя обойдящее плоти. Ну, я думаю, для гигиены, ну, опять же, понимаете, это как-то смотрят родители. Знаете, как это, допустим, мы уже не можем, допустим, сказать, мы давайте делайте, давайте, потому что на приёме бывает. Разные здесь, так? Но мы считаем, что именно вот для профилактики, воспалительных заболеваний, других анклоизоболеваний, всё-таки, думаю, это надо будет делать. Простом Хазрат, обрезание – это важный ритуал для каждой семьи, а особенно для молодых родителей. Какие напутствия, какие слова вы скажете нашим зрителям? Ну, в первую очередь, я, наверное, обращусь к молодым мамам. Да, это чадо, это ваш сын, это самое дорогое, что у вас есть, и вы будете его опекать и беречь. Но сунят – это не вред ему, обрезание – это не вред, и поэтому не затягивайте с обрезанием, старайтесь как можно раньше. Особо это когда смешанные браки, вот он подрастёт, он определится, потом как-то, чем он будет старше, тем ему будет больнее. Не подвергайте боли ваших детей, как можно раньше делайте обрезание. В завершение программы хотелось бы сказать только одно. Всё, что пришло от Всевышнего через Куран и Сунна, является благом для всего человечества. Если мы не знаем, мы обращаемся к знающим. Обращайтесь только к специалистам при выполнении обрезания. До новых встреч в программе «Здоровье семьи». С вами была я, ведущая Елена Грачёва. Салям алейкум. Салям алейкум.